МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень часто жители нашего города, не найдя ответы на самые животрепещущие вопросы, задают вопросы журналистам. И мы адресуем их специалистам нашего города. Но и этой полученной информации бывает недостаточно. И тогда мы хотим задать вопрос, главные вопросы главе города. Здравствуйте, я Ольга Фролова. И сегодня у нас в гостях глава Полевского городского округа Александр Владимирович Ковалев. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот целый список вопросов, которые действительно задавали жители города в прошедшем году. Мы подведем небольшой итог, наверное, с вами, да? Да, с удовольствием. Вот в 2014 году льготные категории граждан были предоставлены однократно, бесплатно, 158 земельных участков. Это больше, действительно, не раз и специалисты говорили, что это больше кратно за многие предыдущие годы. И тогда вопрос, а в 2015 году планируется ли выдавать участки и не только льготникам? Мы достаточно большую работу сделали в 2014 году. До этого была большая подготовительная работа в предыдущие годы работы администрации, там в 2013 году. И действительно, мы больше всех, наверное, одни из тех территорий, которые в передовых в области по выделению бесплатно земельных участков. Я бы отметил здесь две вещи. Это планы на будущее и выделение, действительно, не только для льготной категории граждан. По льготной категории граждан мы в этом году уже будем выделять земельные участки в районе Косово-Брода. Это порядка 190 участков. Это больше, чем. Даже в 2014 году. Работу эту мы сделали вместе с Министерством управления государственным имуществом. Мы замежевали земли для бесплатников и, наверное, с марта месяца начнем активно выделять эти участки. На следующий год, в 2016 году, планируем уже в микрорайоне Чусовской продолжить эту работу. Всего мы по плану на три года планировали порядка 550 участков для бесплатников. Мало того, мы достаточно активно переходили на рельсы продажи земельных участков по ДЖС. И в том году мы такую работу начали. И она, естественно, найдет продолжение в этом году. Естественно, это будут в первую очередь участки, которые в Косово-Броду, вторую часть, когда мы замежуем, это, наверное, вторая половина лета. Там достаточно хорошие места, поскольку они находятся близко к реке Чусовой, близко к развязке дорожной, около дороги Косово-Брод-Мрамор. Здесь мы активно будем продавать, причем продавать в разных формах именно для строительства ИЖС. Смотрим только два варианта. Продавать по участкам или какие-нибудь участки выделить для комплексной застройки, чтобы можно было привлечь деньги для коммуникации, для газа, для света, для канализации и так далее. Александр Владимирович, вот Вы заговорили про коммуникации. По закону обязаны, чтобы была готова инфраструктура, инженерные сети. Будет ли это? Ну вот по бесплатникам эта проблема есть. Мы занимаемся сейчас конкретно комплексом освоения вновь застраиваемых территорий. Опыт такой есть. Сегодня вот по району Далеки, где мы выдали, готовим в первую очередь в этом году сделать возможность провести электричество. В следующий год готовят смертную проектную документацию, чтобы можно было бы попасть в федеральные программы. Это касается по дорогам, это касается по воде. Такой опыт есть. Опыт есть совместно правительство Свердловской области, Северского трубного завода и администрации города. Вот когда сейчас строим Березовую рощу-2, строят завод. Но деньги, деньги по заявке администрации совместно с заводом, деньги областные на коммуникацию 88 миллионов. Это же будет реализовано на тех участках, которые город представляет бесплатником и ИЖС. Подалекам мы в течение двух лет обеспечим такими точками подключения к коммунальным сетям. Ну и то же самое будет с Косымбродом и с районом Чусовской. Ну, наверное, порадуются сейчас те люди, которые стоят в очереди, да, на земельные участки. Ну да, действительно, потому что мы сделали достаточно процесс открытый, он находится под контролем сегодня и общественная палата, и депутатов. И мало того, само население активно начинает движение и не только постановки на очередь, но и следить, как очередь продвигается. Возможность была, особенно у первых людей, когда замежеван большой участок, самим выбрать землю, самим определяться, где будет участок. И кто дальше приходил, даже смотрели, а кто соседи там. Поэтому это достаточно большая работа и для нас, и для населения. Это положительный такой сдвиг, когда реально указы президента, направление государственной политики пришло в город Полевской. Вот не могу не задать вот следующий вопрос. Вопрос тоже активно обсуждается, и до сих пор люди не понимают, как себя вести. В прошлом году горожане активно обсуждали вопрос реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Вот жителей до сих пор интересует, когда же будут проводить капитальные ремонты, и в конце концов, платить ли? Жители интересуют, наверное, в первую очередь вот такой вопрос, что сумма, которая сегодня в связи с ростом коммунальных услуг, которая, к сожалению, зависит от нас мало, еще и накладывается вот эта сумма, которая по 8 рублей 20 копеек за квадратный метр на капитальные ремонты. Но могу успокоить жителей и, с другой стороны, попросить их, потому что платить надо. Это программа, разработанная сегодня областью с нашим активным участием, с участием управляющих компаний, потому что пришлось большую работу делать по спортизации, оценке и так далее, и так далее, по составлению списка и определению объемов работ. Сегодня могу сказать то, что 24 дома в этом году, это в основном южная часть, реально капитальный ремонт будет проводиться под контролем органов местного самоправления, проводит его организация «Региональный оператор», организация, которая выиграла конкурс. На сегодня мы совместно составили уже сметы, на сегодня мы уже рассмотрели по графику, с какого месяца, где начнем работы. До марта месяца мы проверяем вместе с региональным оператором те объемы, которые необходимы, и того, кого надо привлечь на эти работы, потому что вы прекрасно понимаете, что 24 дома – это достаточно много. Тем более в 2016 год мы приходим на север, и на севере, в основном в северной части города, общее количество домов 48 уже. И я думаю, что полевчане реально увидят, как действует власть по приведению все-таки сферы ЖКХ, именно многоквартирных жилых домов, в нормальное состояние. Причем здесь надо отметить, это деньги, которые пойдут на ремонт не только жителей города, здесь и федеральные деньги, и областные, и деньги муниципалитета. За то жилье, которое находится в муниципальной собственности – это деньги муниципалитета. Поэтому здесь платить надо, потому что от этого зависит, насколько оперативно и насколько мы быстро приступим к ремонтам данных домов. Хочется сделать по объему, конечно, начиная от крыш, подвалов, от мостков, фасадов и внутренних коммуникаций, объемы большие. Хочется, чтобы они проходили качественно. И с этой точки зрения администрация тоже будет прибегать к помощи. Сегодня вместе у нас создана группа «Координационный совет по вопросам ЖКХ и благоустройства». И в общественной палате есть полномочия по контролю. Мы будем привлекать общественность. Мы хотим, чтобы деньги, которые платит население, выделяет государство, использовались эффективно, качественно и устраивали по качеству жителей города. Здесь еще раз хочу обратиться к жителям. Надо платить. Понимаю, что это большая сумма, но это реальный шаг к улучшению своих жилищных условий. Понятно. Ну и вот следующий вопрос, конечно, тоже наболевший, о чем говорят люди. Можете рассказать немножечко, Александр Владимирович, о ситуации с загрязнением Северского пруда? И проводятся ли какие-то работы по его очистке? Северский пруд в выженедельном режиме мы достаточно плотно работаем. Сегодня не прозвучало на встрече по Северскому пруду, так как мы более подробно с представителями правительства один на один эту тему обсуждали. Мы достаточно большую работу за год сделали. Работа, она у администрации, она разнонаправленная. Она направлена как взаимодействие с министерством, скажем, с наукой Свердловской области, поскольку потенциала сегодня у администрации нет. И технологиями мы не обладаем, какими средствами, ресурсами и что именно надо, как исследовать Северский пруд и какие технологии применять для очистки. И, естественно, это внутри города, между предприятиями и постоянный мониторинг. Причем мы берем мониторинг не только, спасибо Северскому трубному заводу, который берет в нескольких точках, и мы считаем, что поскольку завод независим от загрязнения, да, как бы не участвует в этом процессе, он более правильный. Мы берем мониторинг из криолитового завода, из гидромедии и делаем постоянный анализ. То, что удалось сделать, мы вместе с Министерством природных ресурсов, вместе с привлечением наших специалистов на территории, которые есть, сделали техническое задание на обследование, комплексное обследование двухгодовое Северского пруда. Мы подготовили его к конкурсу, отмониторили рынок, который есть, порядка трех организаций высказали желание, мы по ним сейчас доводим справки. К концу года, к сожалению, к прошлому, поскольку денег не было у правительства, выделение средств от правительства, из фонда, из резервного, принесли на этот год. И вот с Денисом Владимировичем Паслером мы на эту тему очень подробно в пятницу разговаривали. Мы готовы объявить конкурс, в бюджете у нас деньги по миллиону заложены, общая сумма где-то на 5 миллионов, исследования сделать. Кроме этого, сегодня вместе с гидромедией разработан план по, скажем, ограничению, даже блокированию поступления прямой воды из шахты, из железянского прудика, который прямым истоком попадал в пруд, на вторичную перегонку, создание карбонатового барьера искусственного. И переработки этой воды до более качественного состояния. И с дальнейшей перспективы в этом году, где-то до 1 июля, мы договорились, что будет сделана небольшая станция нейтрализации именно по этому пруду. Сегодня насосная станция по перекачке сделана, карбонатовый барьер сделан. Качество воды сегодня улучшается, к сожалению, не так быстро. Это по ряду металлов. По цинку, по меди улучшается, по марганцу, хотя по марганцу он превышает в несколько тысяч раз, как бы говорить, что качественно изменяется тяжело. Но, к сожалению, сегодня выпадает азот, гельменты. Это связано с тем, что есть вопрос к качественным сооружениям в южной части города. Это большой вопрос. Целый план сегодня администрации разрабатывается, как с этим бороться, тем более они не в нашей собственности находятся. Мы его будем реализовывать. И где-то к первому июля, вот первый этап с гидромедией, общий проект это 16 миллионов, мы контролируем, ну и в еженедельном режиме смотрим, как здесь движение идет, мы его реализуем. И думаю, что в первом квартале мы договоримся с правительством, там 3 миллиона нам выделят, мы объявим конкурс на мониторинг причин загрязнения северского пруда после получения их результатов, там все остальное. Это попадание в федеральную программу на основании этого и, мало того, привлечение тех лиц, которые загрязняли к определенной ответственности и размещению ущерба. Ну, будем надеяться, что наш пруд станет чистым, да, северский? Да, да. Александр Владимирович, на прошлой неделе наш округ посетил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. На этой встрече, ну, как знают журналисты, обсуждалось развитие промышленных предприятий на нашей территории, и целая делегация побывала на площадке нового завода «Полимед». Вот скажите, пожалуйста, а что ждать городу от нового производства? Оно тоже не принесет ли вреда нашему городу? Ну и следующий вопрос, а если пользу, то какую? Здесь, на территории, когда вот сегодня смотрим, говорят санкции, санкции, но сегодня мы достаточно плотно начинаем чувствовать это и чувствовать, в первую очередь, по промышленности. У нас, первое, это Креолит, Звоночек, сейчас МАШ-завод, завод КБК, ну, ЖБИ, скажем так, да, и ряд предприятий, тот же Северский трубный завод с модернизацией производства высвобождает достаточно большое количество мест, и, естественно, после этого, не наращивая объемы, уменьшается и заработная плата, и уменьшаются налогооблагаемые базы и так далее, и так далее. Мы заинтересованы сегодня, как правительство, так и муниципальная власть в открытии предприятий. Позиция администрации, она не поменялась, она остается одной и той же на протяжении рядах лет. Прежде всего, если мы запускаем предприятие, оно не должно носить ущерб экологии. Сегодня построенное предприятие, которое находится на площадке Пулемета, там не только современное литейное оборудование, самое современное, скажем, сегодня в России, которое сделано по принципу импортозамещения, это город Ровно, Украина, да, по корпусному литию, по точному литию, там использованы современные методы очистки. Естественно, смотря какое оборудование стоит, и какие методы очистки, и какие объемы на этом производстве, проблем у нас по экологии, вопросов там нет. Выбросов каких-то, северский пруд или что-то еще, этого нет сегодня просто по технологии. То, что касается город, получит и бюджет. Ну, достаточно большая инвестиционная программа, общий проект, там более 2 миллиардов стоит по запуску завода. 170 миллионов в год при выходе на плановую мощность, в уровне разных бюджетов, получит область. Это с такого предприятия, где сегодня, в первую очередь, 115 человек планирует свое, более 215 спуском во второй очереди. Это существенная сумма при том дефиците, который мы испытываем. Я хотел бы сказать не только вот про то, что получит. Получит, зная руководство Пулемета, и сегодня уже, как мы проговариваем ряд вопросов, я прекрасно понимаю, что это предприятие в инфраструктуру социальной сферы с помощью тоже впишется. И будут помогать, потому что сегодня ведем переговоры по 70-летию, готовы активно участвовать. И думаю, что здесь тоже помощь и в этом плане будет, и образовательным учреждениям социальной сферы. Но, кроме этого, мы продолжаем работу с Криолитовым заводом. Мы не потеряли надежду его вернуть. И, в принципе, нашли сегодня потенциального инвестора. Ну, в рамках переговоров, когда Русал определится, будут они все-таки восстанавливать, ввиду вот этих санкций, которые есть, Криолитовый завод. Если нет, то мы готовы с правительством, с зампредседателя Сорловым, он был уже на территории, продолжить разговор, туда полный комплекс под инвестора, под индустриальный парк, использовать сегодня площадку. И об этом проговаривали, перспектива, мы помогали с землей активно. Пиастрелли – это вторая очередь строительства. Они начали площадку планировать, и мы вопросы в оперативном порядке с ними по земле решаем. Это 150 мест, вторая очередь Пиастреллы. Тоже в этом направлении двигаемся. Со стороны администрации, вот припоны по оформлению земли, административные, мы стараемся убирать быстро, потому что реально понимаем, что новые рабочие места, особенно в этих условиях, очень важны для нас, для области, для нас и для России в целом. Наступивший год, год, 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Александр Владимирович, а какие проекты, программы будут осуществлены на нашей территории? Воркомитет по 70-летию мы начали еще в том году, в сентябре месяце. Такое официальное заседание. Сегодня многие предложения из территории, и сельских территорий, и городские, они собраны. Могу сказать одно, что достаточно обширная программа, несколько миллионов. Средств в бюджете, по большому счету, не заложено. Мы достаточно много сейчас провели переговоров по финансированию, начиная с традиционных каких-то вещей, подарки, труженикам, тыловетеранам, войны, вдовам. Сегодня вопрос открытый по книге памяти, какой она будет. Принципиально мы финансово готовы сегодня профинансировать. Я думаю, что на следующей неделе мы все-таки определимся, в какой она форме будет. Мы готовы сегодня и занимаемся вопросом, это прежде всего памятники наши, уже проревизировали героям Советского Союза, которые есть, потому что надо посмотреть и привести их в порядок. Мы принципиально изменим форму проведения митинга по южной части города. Это будет близко, по нашей идее, интерактивное с разными слоями населения, с театрализованной частью. Обязательно салют будет планируем на данный момент, хотя спорно, но уже принято решение, что на юге точно будет салют. По северу сейчас занимаемся, как это будет сделать сложнее, финансово затратно. И мероприятия, которые касаются сегодня по восстановлению памятников, ну давайте скажем, все, там и оградки надо восстановить, и поменять, и добить фамилии. Мы занимаемся сейчас поиском, ревизию проверить, тоже поиском средств. Это решаемое все всем миром. И люди откликаются. Праздник для нас, и для города, и для страны, это святой праздник. Особенно в рамках того, что происходит, он имеет не двойную, он имеет гораздо большую ценность, потому что, ну, видимо, мир начинает делиться неофашисты и те, кто нормально хотят жить в нормальном обществе, уважая друг друга. Поэтому здесь мы сделаем все, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне и открыто к общению, к предложениям. Ну, достаточно много поступило сейчас, мы, естественно, постараемся максимально профинансировать. Привлечены будут к этому не только, скажем, администрация, наши предприятия. Мы привлекаем и депутатов, и бизнес гораздо высшего уровня, чтобы это сделать. И провели большую работу сейчас по обращениям наших ветеранов войны по ремонтам квартир. В любом случае, даже если не будет финансирования из федерального бюджета, мы это в этом году будем делать. Спасибо вам за такие расширенные ответы. И я надеюсь, что мы чаще будем встречаться в этой студии. Все-таки из первых уст узнать информацию гораздо важнее. Спасибо вам за трудные, тяжелые вопросы, потому что они действительно сегодня одни из самых сложных, которые требуют не просто ответа, а постоянной ежедневной работы. Спасибо. Это был разговор о главном. В нашей студии был глава Полевского городского округа Александр Ковалев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова